Саламу алейкум му рахмату ла баракату Саламу алейкум му рахмату ла баракату Напишите пожалуйста тут в инстаграме слышно или не слышно После этого я отключу комментарии Слышно? Альхамду ла Отлично Выключите комментарии Как и вчера мы наверное поступим таким же образом То есть сейчас я комментарии отключил Потому что они отвлекают, мешают И сосредоточимся на непосредственно уроке И может быть потом Не обещаю, но может быть потом Второй эфир сделаем Коротенький Отдельный уже Начнем Продолжаем с вами нашу лекцию Сегодня у нас вторая часть На ней мы завершим эту тему Которую мы назвали Самые опасные Самые грубые ошибки Которые человек может допускать Эти ошибки Конечно же в первую очередь касающиеся Убеждений Вероубеждений Акейды человека И Следующая ошибка Которую мы затронем Это Очень распространенная болезнь Которая называется рия Или показное благочестие Смысл его в чем Это то, что человек совершает Благое деяние Для людей По какой причине Чтобы его люди увидели Чтобы люди его Похвалили И это деяние Сам постанник Аллаха Опасался за это деяние Опасался этого деяния Для кого? Для своих подвижников Для своих Сподвижников Для самых лучших людей Этого Этой религии Поэтому приводится Имам Ахмада Что Пророк Салаллах Сказал Больше всего Говорит Я боюсь для вас Малого и Многобожия Больше всего Боюсь для вас Малого и Многобожия И когда его спросили Что это за Малый и Многобожий Он сказал Аррия То есть показное благочестие То есть Если посланник Аллаха Салаллах Для своих подвижников Опасался этой болезни Аррия Что уж говорить Аллах Что уж говорить О нас Потому что Человек должен стараться Свои деяния скрывать Конечно же Есть деяния Которые ты совершаешь На людях Допустим Обязательная молитва Когда есть это пост Месяца Рамадана Все знают Что ты постишься К примеру И так далее Мы не об этих делах говорим Но есть деяния Которые что Тебе желательно скрывать И Субханаллах Помните Хадис Который приводит Богу Рай Радовый доволен Им Аллах Что посланник Аллах Салаллах Сказал Что первый человек Первые люди Или первый человек Который призовут К ответственности В судный день Который будет спрашивать Это человек Который пал на пути Аллаха Ну не пал Ну короче Который скончался Во время битвы И его приведут И расскажут ему О милости Которые были дарованы ему И он признает их И скажет ему Спросит Что ты сделал С этими милостями С этими дарами Которые тебе даровал Аллах И он сказал Я сражался ради тебя До тех пор Пока не стал шахидом И ему скажет Ты солгал Однако ты сражался Чтобы говорили О тебе какой-то отважный И храбрец И это действительно Было сказано И затем повелят его И понесут его лицом Потащат его На его лице И бросит его огонь Затем приведут человека Который обучался знаниям Который обучал знаниям Который читал Куран И приведут его И расскажут о милостях Которой ему было даровано И он признает их И он их признает И скажет ему Что ты делал Этими милостями И он скажет Я обучался знаниям Я читал для тебя Коран Ради тебя Коран И так далее И скажет ему Ты солгал Поистине Ты обучался знаниям Чтобы говорили о тебе Что ты ученый И читал Коран Чтобы говорили о тебе Что ты чтец И так действительно говорили И потом поведут его Поволокут его На его лице И бросят в огонь И приведут человека Которому Аллах даровал разнообразные виды имущества. И приведут его и расскажут ему о милости, которые Аллах даровал, он их признает. И спросит его, что же ты делал с этими милостями? И скажет он, я не оставил ни одного пути, на котором ты любишь, чтобы я расходовал на этом пути. Я расходовал, говорит. Расходовал ради тебя. Ради тебя, Аллах. И он скажет, ты солгал. Однако ты это делал, чтобы вы говорили о тебе, какой-то щедрый. И это действительно сказали. И поволокут его на его лице и бросит его в огонь. Я просил Аллах, смотря защиту. И поэтому говорили, как сказал один поэт. Ученый, который не поступал в соответствии с своими знаниями, он будет наказан в огне прежде, чем люди, которые поклонялись идолом. Идолы-поклонники. Я просил Аллах, спаду, защиту. Что касается рия, хукма рия, как бы нарушается ли поклонение от вот этого показного благочестия или нет, то здесь есть как бы свои подробности, свои детали небольшие. Как говорит об этом Шеха ибн Саимин, рахима гулатария. Он говорит, что если это, если человеку пришло рия, то есть он совершает какое-то поклонение, и к нему пришло вот это вот ощущение того, что он хочет на показ его делать, чтобы другие люди его увидели, услышали, чтобы они его похвалили, сказали, какой он поклоняющийся Аллаху и так далее, то здесь мы смотрим, говорит он. Если он сразу же отталкивает эти мысли, от себя их отталкивает, борется с ними, да, и продолжает делать свое поклонение ради Аллаха, то его поклонение действительно. Если он поддался этим мыслям, то дальше мы смотрим, говорит Шеха ибн Саимин, это цельное поклонение или не цельное. Что значит цельное поклонение? То есть, что оно не разделяется на части, как допустим, молитва, это цельное поклонение. Ты не можешь совершить, допустим, один ракат, потом пошел чай попил, потом пришел второй ракат совершил. Ты так не можешь делать, правильно? Ты совершаешь молитву целиком, от начала до конца, ты ее не прерываешь. И вот, говорит, если это цельное поклонение, если проникло на него ощущение вот этого рия, показанного благочестного, и ты с ним не поборолся, то есть не оттолкнул его, то молитва становится недействительной. А если же это поклонение, которое делится на части, то становится недействительной именно та часть поклонения, в которое проникла рья, и ты с ним не боролся, поддался этому, и именно эта часть поклонения будет недействительной. То есть, допустим, у тебя 200 долларов, которые ты хочешь раздать на пути Аллаха. Ты дал первые 100 долларов ради лика Аллаха искренне, а вторые 100 долларов, когда ты хотел поделиться с бедняком, ты увидел, что мимо проходят люди, и ты так специально так показал, чтобы они видели, что ты даешь их на пути Аллаха. То есть, тебе пришла мысль рья, пришла тебе вот эта мысль показного благочестия. Если ты отогнал эту мысль, хорошо, тогда и сделал, как и полагается, ради Аллаха, тогда поклонение принимается. Но если ты не отогнал, то вот эти вот вторые 100 долларов, поддался этой мысли, то вот эти вот 200 долларов, которые ты дал, они будут не приняты Аллаха, потому что они были сделаны на показ. Это что касается рья, что касается рья показного благочестия. Также здесь важно заметить одну вещь, что шайтан обманывает некоторых людей с другой стороны. То есть, что человек хочет совершить какое-то поклонение. Он его совершает искренне ради Аллаха. Например, в мечети он сидит, читает Коран, к примеру, да. Но там есть другие люди тоже. И он думает, лучше я не буду читать Коран, а вдруг это будет рья, вдруг это будет показное благочестие. Нет, нельзя поддаваться этим мыслям. Ты бери, совершай свое поклонение, как и совершал его раньше, совершай его ради Аллаха, и не обращай внимания на людей, которые вокруг тебя. Следующая ошибка, которая распространена, это то, что у людей очень слабое упование на Аллаха. Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Уповайте на Аллаха, если на одного Аллаха уповаете, если вы являетесь верующим». И как говорил Абдул-Кайм, что таваккуль, упование на Аллах Субхану Ва Тааля, это является основой для всего, вообще для всей веры, для любого, совершения любого благого деяния, для любых вообще дел Ислама. И что вот таваккуль и Ислам, вот дела Ислама, они подобны, их связь подобна как связи тела и головы на этом теле. И вот это вот ослаблевание таваккуля, у него очень плохие последствия, у него очень плохие последствия, которые приводят к тому, что человек начинает связывать свое сердце с существами, с людьми. То есть, допустим, человек больной, он болеет, он приходит к врачу и начинает настолько уповать на этого врача, он забывает про Аллаха Субхану Ва Тааля, начинает уповать на этого врача, забывает про Господа этого врача, который его сотворил. И приводит это также к тому, что человек начинает искать пути, допустим, у дела своего в чем-то запретном, в чем-то запретном, как, допустим, воровство, или же человек начинает работать в какой-то запретной работе, как, допустим, работает в банке, который занимается ростовщичеством и так далее. Потому что у него слабый таваккуль, слабое упование на Аллаха Субхану Ва Тааля. Чем у человека сильнее упование на Аллаха Субхану Ва Тааля, тем он будет дальше держаться от путей вот этих вот приобретения запретного удела. Также другая крайность того, коль это то, что люди забывают о том, что необходимо предпринимать меры, необходимо обращаться к причинам и средствам в табаку. То есть табакуль это не просто когда ты ничего не делаешь и уповаешь на лазу, нет, ты предпринимаешь какие-то причины, какие-то меры, какие-то средства и уповаешь на Аллах. Но, как говорится, и якова, и якова, будь осторожен и не уповай на эти причины, на эти средства, которые ты сделал, ты сделал это средство, ты предпринял эту меру и забудь о ней, забудь о ней, свяжи свое сердце с Аллахом. И знаешь, что если Аллах пожелает, то даруй тебе то, чего ты хочешь. Однако, таково, так скажем, такое естество, которое Аллах сотворил, таковы законы этой жизни, что необходимо предпринимать меры. То есть, допустим, если женщина хочет ребенка, она выходит замуж, она выходит замуж, у нее не бывает так, что внезапно у нее рождается ребенок сам по себе, без участия мужчины, так скажем, да, кроме как исключительный случай, как было с Марием, с Айса, алейс-салям. Однако, это чудо, это Айа, который Аллах Субхану Аталия даровал этому пророку-пророку. Но в основе своей так не бывает, это противоречит физическим законам, которые Аллах Субхану Аталию установил. Поэтому необходимо предпринимать меры. Но предпринимая меры, ты помни о том, что необходимо полностью уповать на Аллах Субхану Аталию. и свое сердце связывает только с Аллахом, а не с этими мерами, с этими средствами и с этими причинами. Не думаю, я же сделал, почему мне не получается? Я же выбил таблетку, почему мне нет? Я не выздоравливаю. Я же хожу, там, работаю на 15 работах, почему не зарабатываю? Потому что свяжу свое сердце с Аллахом, а не с этими причинами, с этими средствами. И знаешь, что Аллах, Субхану Талли, тебе приписал, в этом есть благо. Возможно, что-то ты любишь, но в этом тебе блага нет. Возможно, что-то тебе неприятно, но в этом тебе благо. Как сказал Аллах, Субхану Талли, Аллах знает, но вы не знаете. Также из ошибок, очень распространенных в мусульманском обществе, это то, что чрезмерность в отношении могил. Чрезмерность очень распространенная, к сожалению. И, допустим, примеры этого, это то, что люди делают могилы или вводят могилы в мечети. И думают, что если могила есть в мечети, значит, что какое-то особое барако не спускается на ту мечеть. Особая благодать. И, несомненно, это одно из бедаатов, которое является запретным в соответствии с шариатом Аллаха, Субхану Талли. Поэтому передается от Айши, да будет доволен ей Аллах. Передается от Айши, да будет доволен ей Аллах. Что Ум Саляма рассказала пророку, Салава Саляма, про церковь, которую она видела в Хабаще. Когда они были в Хабаще, она рассказала про церковь, которую видела. Там и сказала посланник Аллаха. И тогда посланник Аллаха Саляма рассказал ей. Он сказал, Уляика, иза мата фиги муражлю салих, ауэль абду салих, бануу аля кабриги масджидан, ва савору фиги тилка тамасиб. Уляика, ширару хальки инда Аллаха. Эти люди, говорит, эти люди, когда у них умирает какой-то праведный человек, Субхану Талли, только вслушайте, это же достоверный хадис. Достоверный хадис до Сахиха. Я не знаю, люди, которые вот эти вот водят могилы. Я не знаю, как далеки эти люди до этих хадисов достоверных, известных, распространенных. Неужели они никогда в жизни их не видели? Так вот, Субхану Аллах, пророк Салалу Ассаляма говорит, когда у них умирает какой-то праведный человек у этих людей, умирает какой-то праведный человек или праведный раб Аллаха, они, говорит, строят на его могиле мечеть. И что? И рисуют в этой мечети вот эти вот изображения. Изображения. Хорошо? И это, говорит, наихудшее творение у Аллаха, Субхану Аллах. Наихудшее творение Аллаха. Практически любую мусульманскую страну сегодня будет полно могил в мечетях. Ахваль Айаза билля. Все Аллах смотрит и упасет эту уму, от этого заблуждения. И также сказал пророк, салава салава саламу, да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые взяли могилы, превратили могилы своих пророков в мечети. Аллаху акпар. Также, что является порицаемым особо, это то, что когда человек строит какие-то постройки на могилах, строит постройки какие-то, покрывает там гипсом, штукатуркой и тому подобное. Поэтому, приводится в сахихе Аджабир Абрамбиляда будет доволен им Аллах, что пророк, салаллаху саляму, запретил покрывать гипсом или штукатуркой могилы, запретил на них сидеть и запретил на них строить. Запретил на них строить. То есть это достоверное предание пророка, салаллаху, алейху саляму, о запрете каких-либо построек на могилах. И потом у Аллаха, когда ты находишь, что огромное количество всяких построек, всяких там куполов, каких-то там памятников, чего угодно. Огромное количество мусульманских кладбища сегодня зайдешь, кроме тех мест, где помиловал Аллах, действительно, как некоторых арабских, допустим, Саудаскарай, помиловался Аллах, кладбище соответствует сунне, так как необходимо. Но во многих местах, что ты видишь распространение этого невежества, распространение этого невежества, как будто люди слепы и никогда в жизни не видели и не читали эти изречения посланника Аллаха, салаллаху, алейху саляму. Почему все это запрещено? Постройки на могилах, надписи на могилах, потому что все это восса или ширк, то есть, что это все является средством, которое может приблизить человека к многобожию. И поэтому запрещено садданлидария, это называется, чтобы прикрыть пути, которые могут привести, соответственно, к запретному. Поэтому мы знаем, что пророк салаллаху вначале вообще запрещал посещать могилы. Он говорил, я запрещал вам, я запрещал вам посещать могилы, сейчас же их посещаете, что? Потому что напоминает вам о последней жизни. То есть, что? Вначале пророк салаллаху запрещал. Почему? Потому что у людей были убеждения с могилами, чтобы не попали люди в ширк. Но когда их иман, когда их таухид окреп, тогда что разрешил пророк салаллаху посещать им могилы. Также распространенная очень беда у мусульман, в мусульманских странах, во многих, это то, что люди вешают какие-то нитки, какие-то булавки, какие-то бусинки, какие-то глазики, какие-то кусочки какого-то дерева себе на руку, себе на шею, на ребенка цепляют, над дверью дома, в машинах и так далее. И думают, что все это препятствует какому-то злу, болезни, сглазу и так далее. Что наоборот, это является причиной блага. Несомненно, это является запретным и это нарушает таухид человека. Поэтому пророк салаллаху ассаляма сказал, как передается у имама Ахмада, что он сказал, «Кто повесил на себя амулет, тот впал в нога Божья». И также Ибн Масуд, как передается от него, что «Инатама имама Ахмада, поистине, вот эти вот амулеты и приворот являются проявлением многобожьего». И также, что такое тамима? Тамима, то есть амулет, это когда человек какой-то берет кусочек чего-либо, чего угодно и полагает, что это причина для защиты, допустим, от болезни, сглаза и так далее и тому подобное. Конечно же, мы в первую очередь говорим, что о тех амулетах, которые не из Корана. Хорошо, это многобожие. Это является многобожиим. Что касается же амулеты из Корана. То есть амулеты не из Корана и в основе своей являются малым многобожиим, если человек убежден, что Аллах, Субханаму Тааля, посредством этих амулетов ему каким-либо образом помогает. То есть он думает, что это причина помощи. То есть помогает Аллах, он говорит, ну вот через этот амулет, как бы это причина. Причина, хорошо? Это является малым многобожиим. Почему? Потому что Аллах, Субханаму Тааля, не сделал какие-то амулеты, какие-то камушки, какие-то глазики. Айаду билля не сделал этой причиной Хорошо, а если же человек Убежден, что вот эти вот Амулеты, что они сами по себе Помогают, тогда это является большим Многобожиим Это является тогда что? Большим многобожиим Это конечно же мы говорим о простых Амулетах, которые распространены Что касается амулетов из Корана Что касается амулетов из Корана Которые только Коран Только Коран, имена Аллаха Субхану Аталия И так далее То в этом вопросе были разногласия У салифов, у сподвижников пророка Мы считаем, что более будет правильным Мнение о запрете этого Как это передается от Ибн Масуда Если не ошибаюсь, от Ибн Аббаса От Худайф и также от некоторых сподвижников Некоторых салифов, таби'инов Также передается запрет На любые амулеты Будут они из Кораны, будут они не из Кораны Почему? Потому что, во-первых, саддам ли даре Потому что, чтобы предотвратить Путь к запретному То есть, сегодня ты наденешь амулет из Корана Завтра на тебе человек увидит Этот амулет И не будет знать, что из Корана он или нет И будет надевать обычные амулеты Которые являются многобожьими К примеру Завтра ты пойдешь с этим амулетом В туалет Там, наденешь на своего ребенка Он будет там И пачкать его на джаса И тому подобное И так далее То есть, есть определенные причины По которым мы считаем Что это является запретом Кроме того Кроме того На сегодняшний день Эти так называемые амулеты из Корана Которые продаются При мечетях Бывают и в самих мечетях Тоже, к сожалению Очень-очень часто В этих амулетах содержится Не только Коран А бывает вообще там не Коран То есть, я допустим Видел Мне показывали Человек купил амулет В мечети В одной из мечетей Вот этих вот Где вот эти заблудшие Могилопоклонники И в этом амулете Что было? То есть, это были Было 9 квадратиков там То есть 3 на 3 3 на 3 кубика То есть, квадратик Который поделен Как решетка И в каждом кубике В каждом квадратике Была какая-то цифра Аллаху Акбар Чем тебе это не Колдовской амулет? Чем тебе это не амулет Который заключает в себе Элементы многобожие? То есть, это не амулет с Кораном Это продается в мечети Аллаху Акбар И потом они говорят, что Они начинают Гневаться, что Мол, вы говорите О запрете амулеты с Кораном Да где вы сейчас видели Эти амулеты с Кораном Аллаху Акбар Их практически нет Разве что Ты сам пойдешь себе Напишешь его И потом приходилось Очень-очень много Видеть Разнообразных этих амулетов Которые преподносятся Как амулеты из Корана В котором было Во-первых, аят Они полностью написаны Или написаны с ошибками Или между аятами Какие-то буквы Специально написаны Или же Написаны отдельно Какие-то стоящие буквы Друг от друга Какие-то пиктограммы Какие-то символы То есть, звезды Внутри которых Какие-то надписи Обращение к пророкам О, Иса О, там, такой-то пророк О, такой-то пророк То есть Полно многобожие В этих амулетах Полно элементов колдовства Помимо того, что Там один-два аята Упомянутый И это вы называете Дозволенными амулетами Из Корана Аллахам Астана Нет, конечно же Нет, конечно же Это Нет сомнений в том Что это является запретным И что удивительно еще Это то, что Они же Субханалла Когда Продают Часто очень эти амулеты Они их продают В закрытом виде Они их зашивают И запрещают тебе Их открывать Но ты сам подумай Субханалла Если это действительно Амулет из Корана То то, что ты его откроешь Неужели он как-то Негативно повлияет Как-то пагубо повлиять На Коран Который там Нет, конечно Субханалла На Коран Это никак не повлияет И Так скажем Если они так верят В силу воздействия Корана То, что они говорят Это же Коран Мы посредством Корана Коран же это щифа Нет в этом сомнений Но разве Это сила воздействия Будет теряться Когда ты его открываешь Нет Но почему они не хотят Чтобы ты открыл Да потому что там колдовство И они не хотят Чтобы ты это видел И они не хотят Чтобы терялась Именно сила От этого колдовства И Аллахам Астана И это продается в мечетях Это раздается при мечетях К сожалению Это большая беда В сегодняшней общине Дальше Из таких вот Ошибок Распространенных Это то, что Это что Это То, что называется Тигра То есть Суеверие То есть Суеверие Очень распространенное Суеверие Когда человек Основываясь На какие-то знаки Какие-то Предзнаменования Оставляет Какое-то дело Либо наоборот Либо наоборот Идет И совершает Какое-то дело То есть Будь это что-то Услышанное Будь это что-то Увиденное Будь это Какие-то времена То есть Допустим Сегодня такой-то день Лучше сегодня Замуж не выходить Допустим Или этот месяц Лучше замуж не выходить У нас Допустим Распространенное Между Рамаданом И между Айдул Алха Лучше замуж Не выходить Не жениться Потому что Это неприятности Будет Несчастье И так далее Это все Конечно же Суеверие Распространенное Черная кошка Допустим Потому что Черная кошка Человек идет Видит что Проходит черная кошка И это и останавливает Его движение дальше То есть Что он идет Другой дорогой Допустим Это является Вера в суеверие Несомненно Это является Одним из Многобожьих Одним из видов Многобожьих Пророк Слава Сказал Нет Говорит Зараза Самой по себе То есть Что значит То есть Было убеждение У многобожника В свое время Что зараза Сама по себе Зараза она есть Но она Что подвластна Воле Аллаха Субханаху И он говорит И нет вот этого Суеверия Нет вот этого Суеверия И мне нравится Говорит Благое предзнаменование Когда его спрашивают Что такое Он говорит То есть Благое слово Хорошо Как мы разделим И так же он сказал То есть Суеверие Является Многобожьим Сказал Посланник Аллаха Хорошо Мы говорим Что благое предзнаменование Это хорошо Это хорошо Но как мы разделим Что вот это Суеверие Это благое предзнаменование Когда мы говорим То что называется Фааль То есть Или оптимизм Или благое предзнаменование Оно тебя не заставляет Совершать какое-то дело Или наоборот Отказывает от такого дела То есть Оно тебе наоборот Прибавляет активности Не более того То есть Допустим Допустим Приводят часто очень пример Мужчина хочет жениться Мужчина хочет жениться Он идет и спрашивает У отца девушки Как ее зовут Твою дочь Он говорит Ее зовут Сахар Допустим Сахар Скала Камень Грубо говоря Он говорит Не-не-не Не буду на ней жениться У нее плохое имя Это плохо повлияет На нашу жизнь Совместную Разве ее имя Это причина Плохой жизни Нет конечно Но он здесь оставил Желание жениться на ней По причине того Что узнал ее имя И думать Что это имя Как-то плохо повлияет На их жизнь В данном случае Это будет что? Это будет суеверие И нельзя Это запрещено Или наоборот Или наоборот Он пришел Не знает Жениться или не жениться И спрашивает Как зовут твою дочь Он говорит Мою дочь зовут Суад Допустим Счастливая Хорошее имя И он думает О тогда женюсь Тогда женюсь У нас все будет хорошо Если у нее такое имя Опять таки Это будет тыра Это будет суеверие Почему? Потому что опять таки Это вот Это вот знание Когда он знал ее имя Хорошее Это сподвигло его На это действие Хорошо? А если он уже решился Жениться То есть он уже Жениться хочет Ну как бы Для дополнительной информации Допустим К примеру Он не знает Как ее зовут Но уже она ему понравилась Ее религиозность Ее внешность Все Просто забыл спросить Как ее зовут И он спрашивает в конце Уже решив Жениться на ней А как зовут твою дочь Он говорит Суад Ее зовут так Как счастливая И он говорит Иншаллах У нас будет счастье тогда Не тогда Он говорит Иншаллах Надеюсь Что у нас будет счастье В жизни То есть здесь Это уже фааль Это благое предзнаменование Почему? Потому что он уже Принял решение Он уже хочет это сделать Но Знание Которое он знал Только прибавило ему Активности И бодрости Так скажем Оно не стало причиной Его решения Решения совершить Так скажем Это дело Также Из ошибок Распространенных Это то убеждение В том Что Аллах Субханаху Находится везде Что Аллах Субханаху Находится везде Несомненно Это убеждение Оно Не соответствует То есть Оно является В соответствии С книга Соответствия С единогласными Ученых Соответствия Даже с нашим Разумом Соответствия Со здравым Смыслом С естеством Человека И так далее И огромное Количество Доводов Указывает На заблуждение И неправильность Этого И допустим Аллах Субханаху Говорит Милостью Вознесся Над троном И говорит Об этом В семи аятах Своей книги То есть Что Аллах Субханаху Над троном Аллах Субханаху Говорит Разве Вы Находите В безопасности От того Кто Над небесами То есть От Аллах Субханаху И что Он Вас Не провалит Под землю И так же Передается Сухих Муслим От хадис От Муавед Что посланник Аллаха Однажды Спросил У одной Девочки Где Аллах И она Сказала То есть Над небесами В возвышенности Хорошо И он сказал И он сказал Потом уже Освободи Ее Потому что Она верующая После чего После того Что она сказала Что Аллах Субханаху Над небесами Что он В возвышенности Приходят люди Потом и говорят Не Нельзя спрашивать Где Аллах Это Неправильный Вопрос Пророк Спрашивает Об этом А они Приходят И говорят Не Не Нельзя Спрашивать Что за Заблудшие Люди Как Аллах Субханаху Такую Пелену Когда ты Осознаешь И понимаешь Какая Пелена У них На глазах У них На сердцах У них На ушах И ты Понимаешь Какую Милость Аллах Субханаху Даровал Тебе Какую Милость Аллах Даровал Тебе Что Вот это Дал Тебе Понять Аллах Субханаху Повел Тебе По прямому Пути По правильному Пути А не По пути Тих заблуждений Вот этих Философов Честно Скажу Если Вы будете Углубляться В причины Их слов Будете Подробно Изучать Вот это Джау Гар Арат Вот эти Вот все Философские Это Такая Головная Боль Это Такая Головная Боль И Это Аллах Такая Философия Разве Пророк Салас Пришел Со всем Вот этим Вот Нет Конечно Наша Религия Простая Наша Религия Простая И понятная Каждому Тут Важно Понимать Что Аллах Когда мы Говорим Что Аллах Субханаху Над небесами Мы не Имеем Ввиду Что Аллах Субханаху Внутри Творений Каких Либо То есть Аллах Субханаху Выше Всех Творений То есть Выше Всего Сотворенного Выше Всего Выше Всего Созданного Как на это указывают Достоверные Доводы Также Одной из ошибок Это является Аль-Халлиф Бигайрилля То есть Клятвание Аллахом Субханаху Пророк Субханаху Сказал Поистине Аллах Субханаху Запрещает Вам Клясться Вашими Отцами И кто Хочет Поклясться Тот Поклянется Аллахом Или же Молчит Или же Молчит Также Пророк Субханаху Сказал Кто поклялся Кому-либо Помимо Аллах Субханаху Тот Впал В многобожие И В основе своей Это является Малым Многобожием Однако Если человек Однако Если человек Возвеличивает Того Кем он Клянется Настолько же Насколько Возвеличивает Аллах Субханаху Тогда Это будет Уже Большим Многобожием Потому что Он Предал Кому-либо Вот это Величие Такое же Как Необходимо Предавать Аллах Это Что касается Клятвы Это К сожалению Очень распространено Клятвам Чем угодно Клянутся люди И Даже Доходит до того Что хлебом Клянутся Настолько И Следующая ошибка О которой мы поговорим Чуть подробнее Как обычно В принципе Как и обо всех Остальных Это Оставление Хукма Оставление Хукма То есть Правление Или суда Или принятие решения В соответствии с тем Что не спасал Аллах То есть Когда человек Когда люди Для государства Будь то правители Будь то судьи И так далее Применяют Правление Не по закону Аллах Поэтому Аллах Говорит Неужели Они хотят Хукма То есть Решение Суда Правление Кто же Может быть Лучше Лучше Чем Аллах Субхан Послал свое Решение Для людей Которые Являются Убежденными И несомненно Несомненно Это является Причиной Оставления Правления Суда Принятия Решения Потому что Аллах Субхан Атали Является Причиной Слабости Религии И В итоге Приводит И причине Слабости Мусульманского Общества В целом Потому что Мы Умма Мы Та Умма Которую Аллах Субхан Атали Даровал Величие Посредством Этого Курана Посредством То Что Мы Следуем Предписания Этого Курана Как Только Мы Отходим На шаг Хотя бы Один От этих Предписаний Тут же Аллах Субхан Атали Нас Унизает И мы Это Видим Вокруг Нас И это Было В битве При Охуде Мы знаем Прекрасно Что Пророк поставил Лучников На гору Чтобы Те Оберегали Тыл Мусульман И запретил Им Открыли Тыл Мусульман То есть Иконница Неверующих Что Напала На мусульмана Мы знаем Чем Все Это Закончилось Поэтому Что Как Только Мы Отходим На шаг От Того Что Ниспослан Аллах Субхан Атали Тут же Мы Терпим Поражение И тут же Аллах Субхан Атали Унижает И Что Удивительно И Сюда Относится Конечно Когда Человек Принимает Решение Несоответствие С тем Что Ниспослан Аллах Субхан Атали И Сюда Относится Что Удивительно Люди Приукрашивают Вот эти Заблуждения Добавляя Слово Исламское То есть Исламская Демократия Исламский Коммунизм Исламский Либерализм И так Далее Это Конечно Не имеет Никакого Отношения Ислам Та же Демократия И Исламские Законы Не имеют Ничего Общества То есть Демократия Где Большинство Принимает Решение В Исламе Не так В Исламе Абсолютно По-другому Принимается Решение А кто Не правит Потому что Или кто Не Принимает Решение Потому что Не спасла Аллах То те Являются Те являются Неверующими Здесь Очень важно Понимать Является Ли Основываясь На эти Аяты На этот Аят Непосредственно Является Ли это Большим Нагобожим То есть Хокм Правление Либо принять Решение Не в соответствии С тем Что не спас Аллах Субхану Неверием То есть Нельзя Обвинять Неверие Человека Если он Судит По законам Аллах Субхану Кроме Как Если Мы знаем Наверняка Что он Убежден Что Вот эти Вот Законы Которые Противоречат Законам Аллах Являются Правильными Или Что Они Лучше Или Что Они равны Законам Аллах Субхану Или Что Сейчас Не время Для закона Аллах Не подходит Тогда Конечно Что Это Человек Попадает Неверие Более Того Скажем Что Поговорим Подробнее Об этом Иншалла Допустим Одно Из Таких Высказываний То Что Передется От Саид Ибн Джубейра Мы знаем Что Саид Ибн Джубейр Один Из Величайших Табиинов И ученых Этой Общины Он Говорил Одним Из Домыслов Сомнений Которые Последовали Харури Кто Таких Харури Это Хавариджи Это Хавариджи Одно Из Имен Хавариджи То есть Кауру Тааля Слова Аллах Субханаху Тааля А кто Не Принимает Решение В соответствии С тем Что Не Спасал Аллах Тот Аправляется Неверующим И Так же Вместе С Ним Не Читает Другие Слова Аллах Субханаху Тааля Сумма Лязина Кафаруби А затем Те Которые Не Веруют Приравнивают Кого Либо Приравнивают Других Аллах Субханаху Тааля Своему Господу И Дальше Он Говорит Если Они Видят Имам Кто Имам Имам Называют Правителя То есть Имам Имеет Ввиду Правитель Страны Правитель Мусульман Если Они Видят Правителя Что Он Правит Не По Истине То есть Не По Законам Аллаха Субханаху Тааля Они Говорят Что Он Впал Неверие А кто Впал Неверие Тот Приравнял Кого Своему Господу Кто Приравнял К своему Господу Кого Либо Тот Впал В Многобожие Поэтому Эти Правители Являются Многобожниками И они Выходят Против Этих Правителей И Делают То Что Ты Увидел Потому Что Они Истолковывают По-своему Этот Аят И Подобные Слова Допустим Приводятся От Абу Бакра Аль Аджули Известные Ученые То есть Мы Видим Также Другие Слова Ученых То есть Допустим Известный Имам Абул Музаф Сима Который Скончался В 486 Году По-хиджне Он Говорил И Знаю Что Хариджиты Приводят Доказательства Этот Аят Кто Не судит Потому Что Не спасал Аллах Кто Не правит Потому Что Не Принимает Решение Потому Что Не Спасал Кто Является Кафиром А Что Касается Ахли Сунна То Они Говорят Не Впадает В Неверие Не Обвиняется В Неверие Человек Только Потому Что Он Оставляет Это Хукм Только Потому Что Он Оставляет Это Правление Или Суд Или Принятие Решения Также Говорил Известный Ученый Ибн Абдульбар Ибн 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 Аяты Которые Не Понимаются По Внешнему Смыслу Кто не судит Потому Что Не спасал Аллах Кто-то Является Неверующим И таких Много Очень Слов Передаются От Абду Абду Хаббана От Чеха Абду 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 Многих 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 Ученых Посмотрим Как Сами Салифы Как Сподвижники Толковали Этот Аят То есть Мы знаем Что Ибн Аббас Допустим Говорил Что Куфр Ду На Куфр То есть Что Здесь Мало Неверия В этом Аяте Подобно Сказал Атавус Подобно Сказал Ата Подобно Сказал Алибн Хусейн Исмай Ибн Саид И другие 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 Ученые Сказали Подобные Словары Ученые Исалифы Мы видим Что Поэтому Основываясь На всем То Что Мы услышали Что В этом Аяте Кто не принимает Решение В соответствии С тем Что не спас Аллах Кто-то является Неверующим Что речь идет О малом Неверии Некоторые люди Некоторые люди Говорят Нет и нет Вы неправильно Понимаете Почему Они говорят Что Вот Вот эти Все предания Саляфов Они касаются Знаете Кого Кого Говорим Они касаются Тех людей Которые Как бы В основе Своей Во всем Судят По закону Аллаха Ну Один Два Раза По каким-то Причинам Финансовым Возможно Еще что-либо Вынесли Решение Несоответствия Законам Аллаха То есть Именно О таких Людях Все эти Предания Саляфов И так Далее Мы Говорим Таким Людям Где Твои Доказательства Причем Разве Саляфы Говорили Это Посмотрите На слова Саляфов Джубейра Которые Говорят Что Хавариджи Выходили Против правителей Когда видели Что они Не судили По законам Аллаха И так далее Где В шариате Мы не найдем Вот это Разделение Что Кто судит По одному Двум законам Тот Мусульманин А кто Судит По всем Не потому Что не спасал Аллах Тот Не мусульманин Где Это разделение Во-первых Во-вторых Мы Посмотрим Является Ли Правление Не потому То есть Является Ли Неверен Само По себе Либо Это Не является Таким Неверен Какие у нас Примеры Неверия Само По себе Допустим Суджуд Не Аллаху Субханаху Тааля Допустим Человек Совершил Суджуд Не Аллаху Субханаху Тааля Этим Своим Действием Он Предал Аллах Субханаху Тааля Сотварищей И не важно Он Один раз Это сделал Или 15 раздел Или 10 тысяч Раздел Во всех Этих Случаев Он Что Является Неверующим По причине Того Что он Поклонялся Кому Либо Кроме Аллаха Субханаху Тааля Но Является Ли Если Мы Скажем Что Суд На основании Не того Что не Спас Аллах Субханаху Тааля Является Куфром Сам По себе Если Это Является Куфром Сам По себе Тогда Здесь Разницы Нет Тогда Здесь Разницы Нет Один Раз Это Сделал Или Десять Тысяч Раз Это Сделал И Здесь Это Разница Тогда Которую Вы Говорите Не Подходит Но И Потом Мы Противоречат Этому Они Говорят Наоборот Что Это Не Веряется Куфром Сам По себе То Это Может Быть Куфром Только Из Случа Что Убеждение Как Допустим Пророк Салла Сказал Не Может Быть Верующим Человек Когда Ворует Когда Делает Зина То Прелюбодействует Когда Пьет Алкоголь Он Не Может Быть Верующий В этот момент Понимается Ли Человек Который Ворует Своровал Один Раз Или Своровал Десять Раз Или Пятнадцать Раз Разница Какая То есть И он Здесь Вор И Здесь Он Вор Он Не Стал Неверующим От Того Что Украл Много Раз Хорошо При Условии Что Он Знает Что Это Является Харам Но Если Он Говорит Вор Говорит Не Не Воросток Халяль Ему Приводят Доводы Из Курана И Сунны Что Это Является Харам Он Говорит Не Не Мне Все Рано Это Халяль Это Дозволено Что Бо Вы Не Переводили Мне Как То Этот Человек Является Кафиром Соответственно Сиди на Глаз Менем Ученых Даже Если Он В жизни Ни Раз Не Своровал Даже В жизни Ни Раз Не Своровал Просто Потому Что Он Убежден Что Это Халяль Противоречит Книги Аллах Субхану Та То По причине Его Убеждения Он Является Неверующим Так же Здесь И С Этим Хукмом Не Потому Что Не Спасал Аллах Субхану Та Если Он Убежден Что Суд Не Потому Что Не Спасал Аллах Лучше Чем Закон Аллах Субхану Та Что Он Ему Равен И так Ни разу Не Вышел За Пределы Закона Аллах Во всем Всегда Судил И правил Потому Что Не Спасал Но При Этим Имел Убеждение Что Можно Судить Не По Закону Аллах Субхану Та Или Что Не Подходит Что Не Очень Подходит Закон Аллах Хорошо То Он Является Неверующим По причине Своего Убеждения Хорошо Теперь Человек Подходит И говорит Ну Смотри Но Если Он Не Судит По Закону Аллах Субхану Та Аля Значит Он Не Желает Правильно Скажи Нет Неправильно При чем Тут Это Разве Каждые Грехи Которые Ты Желаешь Совершать Эти Грехи То Есть Ты Убежден Что Они Дозволены То Допустим Человек Пьет Алкоголь Ты Не Знаешь Что Он Считает Алкоголь Дозволен Понимаешь Что Это Грех Но Пьет Человек Ворует Он Не Знаешь Что Он Считает Воросток Дозволен Он Ворует Но Он Понимает Что Это Грех И Так Другие Тоже Грехи И Потом Если Мы Будем Говорить Так То Мы Должны Обвинить В неверии Чуть Не Всю Умму Потому Что Мы Очень Часто Сами Принимаем Решение Несоответствия Законом Аллах Приведу Простой Пример Человек Приходит Домой Злой Разразился На свою Жену И Отмудохал Ее Как говорится Хотя Аллах Дает Определенный Порядок Что Делать Если Что Жена Непокорная Допустим Что Сначала Что Увещевать Ее Потом Байкотировать Ее В ложе А потом Только Бить И то Бить Что Бьет Человек Бьет Так Что Это Не Приносит Ей Какие Увечья Как бы Воспитательный Удар В целях Воспитания Чтобы Она Понимала Что Она Не Права Хорошо Не По лицу Там И так Дали Он Взял Ее Сходу И Давай Короче Дал ей Подбородок К примеру Говорим Лев Что Этот Человек Принял Решение Потому Что Не Спас Да Конечно Он Принял Потому Что Он Пропустил Первые Два Этапа Так Скажем Сразу Перешел К третьему Является Леон Неверующим Нет Не Является Леон Неверующим Другой Человек Мы знаем Что Пророк Салава Салям Сказал Повелевайте Своим Детям Совершать Молитву С Семи Лет Хорошо Побивайте Их За Оставлением Молитвы Побивайте Их За Оставлением Молитвы С Десяти Лет И вот Человек У него Допустим Девятилетний Сын Или К примеру Там Восьмилетний Сын И так Далее И он Молитву Пропустил Какую-то Фальджер Взял Его Отмудох Тоже Дал ему Подсрачник То есть Извиняюсь За выражение То есть Является Он же Принял Решение Несоответствовать С тем Что Несоответствовать Правильно Потому что Пророк Сказал Бить После Десяти Лет Не раньше Из-за Оставления Молитвы Хорошо Но он Не становится Неверующим По причине Потому что Он неправильно Поступил Из-за своего Гнева И своей Злости И так далее Не потому что Он хочет Противоречить Закону Аллаха Но если Он Говорит Мне все равно Что сказал Пророк К примеру Он говорит Мне все равно Что сказал Пророк Я вот Хочу сделать Так Я считаю Так Более Правильным Это Более Подходящее Это Будет Лучше Тогда Это уже Другой вопрос Тогда же Другой Потому что Он считает То Что Предписал Аллах Субхану Это Оставление Молитвы И Оставление Молитвы Является То Что Выводит Человека Из религии В соответствии С мнением Единогласным Мнением Сподвижников Которые Передавали Очень многие Ученые И Так же Сказал Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васселям Бейнар Раджули Ощирки Ауэлькуф Ритар Куссаля Между Человеком Многобожием Или же Неверием Является Оставление Молитвы Так же Он сказал Договор Между Нами Это Молитва И Кто Оставил Ее Тот Впал В Неверие И Субханалла Несмотря На Ужасающие Хадисы Которые Говорят О неверии Человека Который Оставил Молитву Все равно Люди Не Не совершают Ее Говорят Потом Состарюсь Еще Не Время Еще Потом Попозже 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 Откладывают Эту Молитву Так и Не совершают Умирая И Не начинают Совершать Ее Откуда Ты знаешь Когда Ты Скончаешься Откуда Ты знаешь Когда Придет К тебе Смерть И Поэтому Говорил Блин Каим Что Нет Разногласий Среди Мусульман Что Оставление Молитвы Обязательной Молитвы Намеренно Является Одним Из Величайших Грехов И Является Одним Из Самых 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 Больших Грехов И Что Грех Перед Аллахом Субхану Грех За Оставление Молитвы Хуже Чем Грех За Убийство Человека Или Ограбление Его И За Прелюбодеяние За Воровство За Алкоголь И Так Дальше И Это Не Значит Что Можно Совершать Убийство Пить Алкоголь Воровать И Не Это Не Это Все Большие Грехи Но Оставление Молитвы Хуже Но Оставление Молитвы Еще Больше Грех И Поэтому На нас Обязанность Доносить Это Людей Конечно же То Что Мы Говорим Оставление Молитвы Нужно Вернуться К основам Опять Так Если Человек Считает Молитву Необязательной Вне Зависимости От того Что До Него Дошло Что Аллах Смотра Прикаду Но Все Рано Считает Это Обязательным Это Является Неверим Это Является Неверим Если До Нему Дошел Довод Что Касается Оставление Молитвы Человек Понимает Что Это Обязательно Что Это Нужно Но Он Не Совершает По Причине Своей Лени То Здесь Мы Знаем Что Среди Ученых Позже Произошло Разногласие Относительно вопроса Однако От Сахабов Как Мы Сказали Некоторые Передавали Единогласное Мнение От Сахабов И Также Хадиды Указывают На То Что Это Является Также Небольшим Неверим Но Здесь Важно Понимать Между И Различать Между Общее Положение И Между Положением Относительно Конкретного Человека Как Те же Ханбалиты Которые Допустим Считают Оставление Молитв Что Неверим Они Они же И говорят Что В своих Книгах Что Кто Имеет Право Выносить Постановление Неверия Человека Который Оставил Молитву Это Кады Это Судья Шариатский Человека Приводит К судье Он Доносит До него Обязательность Молитвы Объясняет Ему Разъясняет Доводит Угрожает Смертной Казнью И так далее И уже Потом Выносится Такфир Этому Человеку А не так Что у меня Сосед По моему Фаджер Проспал Он Зачневерующий Ну Бывают же Такие люди Правильно Поэтому Что Такфир Очень Очень Опасное Дело И нужно Быть Очень Аккуратным Сколько 50 минут Прошло Да Думал Что Закончу Сегодня Но Затянули Немного Урок Возможно Придется Сделать Еще Третий Урок Потому Что Темы Которые Остались И которые Хотелось Бы затронуть Хочется Их Тоже Подробно Разобрать Иншал Аллаху Тааля И Поэтому Наверное На этом Мы Остановимся И Продолжим На следующем уроке На следующей лекции Скорее всего Возможно Это будет завтра В такое же время Иншал Заранее Об этом Будет Сказано И Объявлено Сейчас же Как я и обещал Иншал Постараемся Ну Сделаем Небольшой Небольшой Эфир Дополнительный Инстаграм Сначала Так Закончим Аллаху Алим Асаллаху Алим 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 Алим